Как решить проблемы инвалидов, обсуждали в правительстве региона. На заседании Совета под председательством Ирины Эрмиш определили основные задачи. Этот год особенный. В 2017-м правительство региона отчитывается о мерах, предпринимаемых для выполнения обязательств Российской Федерации по Конвенции о правах инвалидов. Информация для доклада уже готова. Результаты работы в целом положительные. Приведены в соответствии с федеральным законодательством 14 областных законов в сферах охраны здоровья граждан, социального обслуживания, культуры и музейного дела, молодежной политики, физкультуры и спорта, торговли, жилищной политики. Дополнены требованиями к обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг 127 административных регламентов предоставления государственных услуг. Всего в регионе насчитывается 87 тысяч инвалидов. И проблем у людей с ограниченными возможностями здоровья немало. Они касаются лекарственного обеспечения, соцподдержки, трудоустройства. Пока эти вопросы удается решать. По сравнению с предыдущим годом количество льготных лекарств увеличено почти на 5%. Более 1900 человек обследованы с выездом на дом, а по статистике треть инвалидов трудоустроены. Но есть и другие проблемы. Вообще предусматривают установление инвалидности практически лишь на поздней стадии заболевания. Какой реабилитации мы можем говорить, вот карта реабилитации. Поэтому мне кажется этот вопрос с учетом того мнения, которое высказывают инвалиды, надо еще раз вернуться к этому постановлению правительства по назначению инвалидности. Вообще было обещано министерством, что служба медико-социальной экспертизы с ее подходами будет трансформироваться, укрепляться. Возможно будет рассматриваться ведомственное переподчинение этой службы. Но думаю, что проблему тоже можно обозначить. Основная проблема инвалидов сейчас – транспортная доступность. Вернее, недоступность. По словам специалистов, в муниципалитетах нет подходящих объектов инфраструктуры, а именно правильно оборудованных остановок. Оттого перевозчики не спешат закупать специальные транспортные средства. Мы разработали порядок предоставления дополнительных баллов участникам конкурсов за так называемое наличие транспортных средств, предназначенных для маломобильных групп граждан. Это максимальный балл – 10 баллов. Провели несколько отборов, но перевозчики, они не заявляются транспортными средствами. Так как специальных автобусов нет, остановок тоже не предусмотрено. Выбраться из этого замкнутого круга только предстоит. Зампред правительства Ирина Эрмиш посоветовала профильному департаменту быть настойчивее.